Радио Югра И говорить привет утреннему телеканалу И его участникам сегодняшним Алена Михайлович, Максим Горсков Ребята, привет Даша, все радиослушатели Привет, доброе утро Всем, всем, всем обнял каждого Обнял, обнял, приподнял Молодец, а сразу видно, что у тебя большие руки Да, сегодня у тебя сразу видно большие руки Конечно, я вообще большой человек Слушай, сегодня 100 лет Отмечают электробритва Ты человек, который носит на лице растительность Иногда Скажи, пожалуйста, чем ты пользуешься Электробритвой или все-таки это вот такой станочек Нет, моя кожа, как и, собственно, мой внутренний мир Он очень чувствительный Поэтому я действительно пользуюсь Старыми, знаете, советскими Которые такие Ну то есть сегодня ты можешь смело Отмечать день рождения Электробритвы, ей сегодня 100 Конечно, конечно, потому что это Одно из моих Один из моих любимых девайсов А полотенце пробовал? Полотенцем нет Полотенцем нет Пробовал острым Вот этим опасным лезвием Всем пробовал Ничего не подходит Только Я не знаю, как эта штука называется То есть ты человек такой Старой закалки, надо сказать Макс, еще вот если раз уж говорим сегодня о старой закалке О старой бритве, которая сегодня 100 Выясняю сегодня, в каком возрасте у югорчан Выясняю, как считают югорчане В каком возрасте начинается старость Вот как вам кажется, ребята? Мне кажется, что старость Это такое условное понятие Потому что, во-первых, мне кажется, что она может никогда не наступить А иногда бывает, что человек уже рождается старым Вот так бывает Когда человеку 20, а по ощущениям уже 80 И так душно-душно становится в помещении, когда он заходит Ты сейчас вспомнила историю Бенджамина Баттона? Нет, я говорю вообще о состоянии души Просто я периодически вижу Алену, сидящей на лавочке возле подъезда И говорит, вот пошла, пошла А ей, извините меня, пожалуйста, 21 Мне кажется, что старость это состояние души Вот чисто технически, там пенсионный возраст Да, у него есть определенные границы, когда он наступает А вот старость, я думаю, что... И вот здесь мы действительно в едином порыве мы сошлись Потому что можно и в 45 чувствовать себя на 20 В 55 можно чувствовать себя на 18 И так по уменьшению Имея вторую половинку, 18-летнюю У себя рядом, по жизни идущую Молодец, сейчас хорошо Понимаешь? Но это действительно так Я порой вижу таких людей в 60 лет, в 65 Которые ведут себя, чувствуют себя, разговаривают Ну, порой помоложе, чем 20-летние И это все условности, это все бумаги И старости не существует Это, я скажу так Это если ты хорошо потрудился по жизни Сейчас ты можешь отдохнуть Это состояние расслабленности и релакса У меня есть даже знакомая Которая 84 Которая активно занимается Моя одноклассница К своей жизнью Она ходит на йогу Она худеет Она меняет гардероб Она раз в полгода делает перестановки в квартире У нее столько энергии И я даже не знала, сколько ей лет Я думала, что ей на порядок меньше А потом, когда мне сказали Мне стало так грустно Поэтому да Поделись, пожалуйста, с нами мнением Что ответит югорчане Что для них старость И в каком возрасте она начинается Обязательно поделюсь Но это случится уже в 10 часов утра Вы сегодня невероятно позитивны Меня это радует Вы меня своим позитивом заразили Хорошего вам эфира, ребят Пока И вам, и вам, и вам, и вам